Добрый день! Сегодня мы продолжаем наши лекции по русской истории. И вот сегодня я хочу рассказать вам о очень интересном человеке, оригинальном человеке. Это мыслитель, философ, писатель Петр Яковлевич Чадаев. Чадаев – это прежде всего философические письма. Поэтому я буду обращаться к тексту и комментировать его, чтобы вы поняли, о чем, собственно, говорил Чадаев, каковы, собственно, были его мысли. Они настолько, как бы вам сказать, хрупкие, тонкие, что их легко исказить. Чтобы этого не было, я буду просто цитировать. Чадаев был представителем старой дворянской фамилии. Аристократ. Достаточно сказать, что его родным дедом, отцом его матери, был известный русский историк конца XVIII века, князь Михаил Михайлович Щербатов. И вот политический темперамент деда, ведь загадочная игра генов, понимаете, каждый из нас во многом повторяет своих родителей, своих предков. Так вот, политический темперамент, такой острый, желчный где-то, резкий, Щербатова передался Чадаеву. Чадаев мне постоянно напоминает Щербатова своим, таким, знаете, разлагающим, острым умом. Ну, конечно, он начинал свою карьеру так, как все дворянские юноши того времени, военная служба. Он служит в Семеновском полку. Это аристократический, привилегированный полк. Так, Чадаев был участником войны 1812 года. Вместе со своим полком он прошел и кампанию 1812 года, и заграничные походы русской армии. Участник Бородинского сражения, награжденный за храбрость, то есть боевой офицер, как мы бы сказали. Кстати, в этом походе 1812 года он часто плечом к плечу действовал с будущим шефом жандармов, а тогда его однополчанином, графом Бенкендорфом. И потом Бенкендорф, как это ни парадоксально, но кое в чем помогал Чадаеву. То есть они были приятели. Если бы не разные взгляды, то они вполне могли бы быть вообще хорошими друзьями. В 1820 году происходит событие, которое резко изменило ход жизни Чадаева. Случайное, в общем, событие, но как часто бывает, что ход нашей жизни меняют какие-то случайности. А именно, в 1820 году произошло в Петербурге восстание Семеновского полка, так называемая Семеновская история. Ну, суть состояла в том, что гвардейский Семеновский полк, Чадаев уже там не служил в это время, но его любимый полк отказался повиноваться своему новому командиру. Им назначили нового командира, немца по фамилии Шварц. И вот этот Шварц был очень жестоким человеком, он постоянно начинал с утра до вечера солдат гонять, так сказать, по плацу, требовал от них каких-то невероятных совершенно усилий, а солдаты к этому не привыкли. И они однажды просто отказались выйти на очередной парад, на очередное учение, сказали, что у нас уже сил нет, невозможно, замучил нас совершенно этот полковник Шварц. Причем не весь полк, а одна рота Семеновского полка. Отказались выйти из казармы. Все, никакого восстания, никакой стрельбы, ничего не было. Но войска отказываются выполнять приказ. Да еще какие войска, гвардия. Это был, конечно, скандал. Чадаеву поручено было выступить в роли курьера, то есть мчаться из Петербурга в Тропау, чтобы сообщить императору о Семеновской истории. И он это выполнил. Но получилось так, что одновременно послал курьера австрийский посланник в Петербурге. И этот австрийский курьер доскакал быстрее на день, чем Чадаев. И таким образом австрийский канцлер Миттерних узнал об этом раньше, чем об этом узнал наш император. Наш император узнал о восстании в Семеновском полку, с преувеличениями, кстати, со всякими, от австрийцев. И когда Чадаев на следующий день прискакал и явился к императору, то Александр первый в грубой форме учинил ему разнос. Что, мол, почему ты так медленно ехал? Я теперь узнаю от австрийцев новости о том, что происходит в Петербурге. После этого Чадаев, видимо, оскорбленный всем этим, подал в отставку. И более того, ему тягостно стало находиться даже в России вообще. И он уезжает, примерно года два, правда, спустя, но уезжает за границу. Это его спасло. Вот удивительно, как судьба поворачивается. Как говорится, нет худа без добра. В данном случае, да, это для него была трагедия. Такое унижение, вынужденный уход, сломана карьера и так далее. Но в то же время он уехал за границу, и это его спасло. Потому что он ведь был одним из участников первых тайных обществ. Он был одним из участников Союза спасения. И хотя он большой активности там не проявлял, но все равно участие в этом движении, конечно, привело бы его в Сибирь. Как и остальных декабристов. А может быть и среди пятерых он оказался бы, повешенных. А так, он вернулся уже после восстания. Его несколько раз вызывали на допросы. Он, естественно, от всего отказывался. Ну, посмотрели, вроде действительно, человека уже три года нет в России, и что с него спросить. Его оставили в покое. Его оставили в покое. То есть он не подвергся репрессиям и мог дальше продолжать частную жизнь. Частную жизнь. Он перебирается из Петербурга в Москву. И вот, поселившись здесь, в Москве, в этой патриархальной обстановке доброжелательства, такого московского либерализма, Чадаев начинает заниматься философией, литературной деятельностью. И главным предметом его размышлений становится история России. История России. Он становится философом. Он по складу характера очень любил книги. Он собрал большую библиотеку. Он прекрасно владел иностранными языками. Он любил беседу. А в Москве в то время было много умных людей. Было с кем поговорить. Достаточно сказать, что одним из его собеседников был молодой Герцен. Они познакомились в Москве в 1934 году и стали друзьями. Хотя разница в возрасте была огромная. Но Чадаев рано оценил яркий ум Герцена и его политический темперамент. А Герцен всегда с огромным уважением отзывался о Чадаеве. Чадаев был близко знаком с Пушкиным. Ну, известное стихотворение Пушкина к Чадаеву. То есть круг его общения – это умнейшие люди тогдашней России, тогдашней Москвы и тогдашней России. Главным предметом, над которым работал Чадаев, конечно, было философические письма. То есть в форме писем своего рода историко-философский трактат. Историко-философский трактат о историческом пути России, о своеобразии России как общества, как государства. Сейчас бы мы это назвали так. Россия как особый тип социума, как особая историческая величина. Он много думал над этим. Первый вариант его философического письма написан был еще в 1829 году. В 1829. А опубликован был в 1836. Семь лет разница. Семь лет он, так сказать, вынашивал, разрабатывал, совершенствовал, шлифовал эти идеи. Я потом прочту вам несколько фрагментов из этого письма, и вы поймете, что это за идеи. Но достаточно сказать, что идеи были настолько смелыми, дерзкими, что никто не решался этого напечатать. И Чадаев обращался буквально ко всем тогдашним издателям, журналистам, что вот у меня есть такие сочинения. Не хотите ли напечатать? И все сначала говорили, да, Петр Яковлевич, конечно. А потом начинали читать и говорили, нет, извините, мы вас уважаем, но этого мы напечатать не можем. Потому что это плохо кончится. И для вас, и для нас. Он даже Пушкину, говорят, предлагал в современнике это напечатать. И Пушкин под каким-то предлогом от этого тоже уклонился. Потому что понимал, что это будет грандиозный скандал. А ведь это какое время? Тридцатые годы. Россией правит Николай Первый. Очень важно понимать, на каком историческом фоне возникли эти мысли, эти произведения. Россией правит Николай Первый. С 1825 по 1855 год. Что это за личность? Ведь у нас всегда личность царя очень многое определяет в обществе, в жизни страны в целом. Наш образ правления монархический. Очень многое зависит от царя. И вот Николай Первый пришел к власти после подавления восстания декабриста. Он искренне, искренне был убежден в том, что его главная задача, как правителя, это остановить развитие либеральных идей. Либеральные идеи разрушат Российскую империю. Вот ключевая мысль Николая. Он поставлен, как царь, от Бога управлять Россией. И он обязан, опять же, перед Богом, он был религиозный человек, обязан обеспечить России мир, порядок, покой, стабильность. А для этого, по мнению Николая, нужно было укреплять самодержавие. И не допускать в Россию никаких либеральных западных идей. Они способны разрушить Россию изнутри. Откуда Николай взял такую философию? Ну, конечно, отчасти он выработал ее сам. Он был неглупый человек, он много читал, думал. Хотя образование у него было в основном техническое. Но, тем не менее, он был отнюдь не примитивный человек. Но, кроме того, Николай I был учеником Карамзина. Учеником Карамзина. Я рассказывал вам о Карамзине, что Карамзин в своей истории государства российского совершенно искренне, совершенно, так сказать, убежденно доказывал, что для России нужно самодержавие. Не будет самодержавия, все потеряем. Начнется гражданская война, хаос, борьба политических партий, крах империи, в общем, ужасы. История Карамзина, записка о древней и новой России Карамзина. Вот источник, из которого Николай I черпал свою политическую философию. И поэтому, когда он расправился с декабристами, он, как вы знаете, более ста человек сослал, пятерых повесил. Все это было очень жестоко, конечно. После этого он закрывает кафедру философии в Московском университете, создает политическую полицию в 1926 году, так называемое третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Он финансирует создание сети осведомителей тайной полиции. Он становится таким, знаете, цензором для всей России. Через несколько лет он издает новый университетский устав, по которому в университетах вводится жесткий контроль за студентами. Ну и так далее. Об этом можно долго говорить. В общем, факт тот, что Николай жестоко преследовал любые проявления свободы мысли. Он считал это со своими обязанностями. И вот в то время, когда Чаадаев со своим философическим письмом ходит из одного журнала в другой, и все в ужасе закрывают перед ним двери, в это время, в 1934 году, разгромлен студенческий кружок Сунгурова в Московском университете. В 1935 году разгромлен кружок Герцена и Огарева. Они отправлены в ссылку. То есть он реально чувствовал, что это добром не кончится, и что наказание за такие мысли может быть очень тяжелым. И все-таки он шел. Он был храбрый человек. Недаром он прошел всю войну. И вот, наконец, в 1936 году ему вдруг повезло. Повезло в том отношении, что он нашел издателя, который согласился напечатать его первое философическое письмо. Самое, может быть, такое дерзкое. Это был издатель журнала «Телескоп» Надеждин, профессор Московского университета. И вот в осенней книжке, там, по-моему, сентябрьской книжке «Телескопа» было напечатано в 1936 год философическое письмо Чиадаева. Позднее Надеждин на следствии по этому делу говорил, что он просто невнимательно прочитал, что он виноват, но не в том, что он хотел Крамолу напечатать, а в том, что просто халатность проявил, оправдывался. Цензора, который пропустил, отправили в ссылку Бадянского. Надеждина, самого, так сказать, редактора «Телескопа», в ссылку, в Вологду. А что делать с автором? И вот Николай придумал для Чиадаева такое оригинальное наказание. Николай объявил его сумасшедшим. Он издал указ, в котором говорилось, что вот появилось такое-то сочинение, мысли настолько дикие, выводы настолько странные, что здоровый человек такого сказать не может. Поэтому никакого наказания уголовного не будет. Мы должны пожалеть сумасшедшего. И с этой целью прописано было Чиадаеву домашний арест и ежедневное посещение доктора. Каждый день к нему приходил доктор и местный, как мы бы сказали, участковый, полицейский, которые освидетельствовали его. Жив ли он, здоров ли он, не сошел ли он с ума окончательно, не стал ли он буйным, понимаете. Они прекрасно понимали, конечно, свою функцию, относились к этому с иронией, но уклониться невозможно было. И вот таким образом Чиадаев стал официально объявленным сумасшедшим. Для него это был тяжелый удар. Он ожидал чего угодно, тюрьмы, ссылки, и он готов был к роли мученика. Он, может быть, даже хотел роли мученика пострадать. Это ведь все-таки возвышает человека, да? А тут вдруг его объявили просто дураком, сумасшедшим. Для него это был тяжелый удар. Ну, куда денешься, вот так сложилось. И вот Чиадаев продолжает свою жизнь в Москве, но уже в качестве поднадзорного, в качестве человека, за которым закрепилось вот это вот обвинение, ну, и обвинение, а диагноз, можно сказать, в том, что он умалишенный. Конечно, московское общество все прекрасно понимало. Конечно, Чиадаев сохранил своих друзей, с ним по-прежнему общались, но многие боялись. И вот после этого Чиадаев продолжает писать, но, разумеется, никто уже его не публикует. Он начинает как бы оправдываться. Он пишет так называемую апологию сумасшедшего, где он пытается сказать, что меня неправильно поняли, меня обвиняют в том, что я ненавижу Россию, это неправда, наоборот, то, что я говорю, свидетельствует о том, что у России великое будущее и так далее. Мы не знаем, то ли он выкручивался, то ли он искренне менял свои взгляды. Ведь Чиадаев был, знаете, немножко, ну, как вам сказать, немножко артист. То есть иногда он любил дурачить публику, иногда он любил высказывать какие-то невероятные мысли, просто чтобы посмотреть, как люди от этих мыслей приходят в изумление. Он любил играть, он любил так вот немножко людей, так сказать, испытывать. Так что трудно сказать, насколько он был искренен в своих новых взглядах, но вот основные его классические взгляды, они выражены, конечно, в первом философическом письме. И вот для того, чтобы вы поняли, о чем, собственно, идет речь, я прочту вам несколько фрагментов из этого первого философического письма. Как я уже сказал, в основном мысль Чиадаева работает над темой российской истории, российской истории. И вот он пишет. Мы, то есть русские, никогда не шли об руку с прочими народами. Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода. Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку. И у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя, как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода. То есть Россия как бы вне истории. Вот одна из ключевых мыслей Чиадаева. Какое-то совершенно странное такое явление истории. Ни Восток, ни Запад, ни то, ни сё. Как говорится, ни два, ни полтора. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот такая вот странная позиция России в истории. Ну, конечно, невольно возникает желание как-то самому ответить на эти вопросы. Что такое Россия, всё-таки Запад или Восток? Это вечный вопрос. Лучше всего на этот вопрос отвечает наш герб, гуглавый орёл. Одна голова смотрит на Восток, другая смотрит на Запад. Тело одно. Россия – это и Восток, и Запад. Она соединяет в себе и то, и другое. В этом её сила, в этом её слабость. У нас всегда европейские цели, азиатские средства. Европейская интеллигенция, азиатский народ. И так далее. И вот это внутреннее противоречие России, конечно, оно реально существует. Чадаев здесь поймал реальную проблему русской истории. Достоевский впоследствии из этого сделает свои выводы. И будет говорить о том, что вот такое положение России между Востоком и Западом, оно даёт ей исключительный шанс сыграть в мировой истории великую роль. Роль как бы посредника, который соединяет в себе всё лучшее, что есть на Западе и лучшее, что есть на Востоке. Одним словом, над этой мыслью можно долго размышлять, но Чадаев делает вот такое пессимистическое наблюдение, что Россия в стороне от истории, всемирной истории. Он рассуждает о нашей истории в следующих словах. Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, татаро-монголов, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть. Такова печальная история нашей юности. То есть, прямо говорит о том, что наше самодержавие выросло из татаро-монгольского ига, и оно унаследовало приёмы управления татаро-монгольских ханов. Так это или нет? Опять-таки, об этом можно спорить, но проблема есть. Действительно, Россия многое взяла от татаро-монголов. Наша власть многое взяла. Но, прежде всего, российское государство возникло, конечно, не благодаря татаро-монголам, а вопреки татаро-монголам. Наше самодержавие возникло как оружие, с помощью которого можно было сбросить власть Золотой Орды. Объединиться и победить. Вот была цель. Единственный способ. Объединиться вокруг московского государя. Московское самодержавие было средством достижения независимости. Но ценой этой независимости от внешних врагов стала утрата внутренней свободы. Иван III одновременно сбросил татаро-монгольское иго и создал крепостное право. Судебник 497 года. И это глубоко знаменательно. Иначе и быть не могло. За всё надо платить. И вот за внешнюю независимость мы платили внутренней свободы. Самодержавие контролирует всё сверху донизу. А иначе невозможно было. Иначе было невозможно. Такова была, как говорится, цена вопроса. И вот это вечная проблема нашей истории и нашей жизни. Что дороже человеку? Независимость или свобода? Независимость от внешних сил и свобода внутренняя, как права человека. И то, и другое нужно. Как правая и левая рука. Но вот не получается у нас никогда так, чтобы было и то, и другое. А всегда приходится делать баланс. Как только мы выигрываем в независимости, мы проигрываем в свободе. Как только мы выигрываем в свободе, мы проигрываем в независимости. Это трагическое решение. И вот над этим тоже бьётся мысль Чаодаева. Ну и знаменитые его мрачные рассуждения. Мы живём одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мёртвого застоя. Среди мёртвого застоя. Мы принадлежим к числу тех наций, говорит Чаодаев, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Нация, которая не входит в состав человечества, а только даёт миру какой-то урок. Причём урок негативный. Это одна из любимых мыслей наших либеральных публицистов. О том, что Россия своими, так сказать, трагическими страницами истории, своими тоталитарными режимами, она дала Западу урок. Вот так не надо жить. Вот не делайте так, а то будет так же, как у нас. В общем, я не хочу сказать, что это верная мысль, но я хочу сказать, что то, над чем размышляет Чаодаев, это действительно актуальнейшие проблемы русской истории, русской философии. Но его ответы – это ответы пессимистические, ответы мрачные. И поэтому, когда было опубликовано это письмо, но оно раньше ходило в списках, то, разумеется, не мог оставить этого без внимания Александр Сергеевич Пушкин. И вот если вы хотите понять, как же все-таки отнестись к Чаодаеву с точки зрения, ну, скажем так, нормального российского патриотизма, не квасного, а нормального здорового российского патриотизма, читайте Пушкина. Пушкин – письмо к Чаодаеву, в котором он как раз и пишет ему о том, что «Да, я вас прекрасно понимаю, мне самому тягостно бывает жить в России, да, это страшная страна, в которой приходится очень многое терпеть». Но, с другой стороны, Пушкин говорит, что «Я никогда бы не хотел переменить свое Отечество, какая бы ни была Россия, но она наша». И вот в этом отношении он говорит, Пушкин, «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, истиной. Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние». Здесь он соглашается. Но он не соглашается с Чаодаевым о том, что история России бессмысленна, ничтожна. И дальше Пушкин говорит, «Нет, у нас есть великая история, у нас есть великие люди, мы – великая нация». Вот это дискуссия двух самых, может быть, умных людей России первой половины XIX века. И чем больше мы над этим думаем, тем интереснее становится эта дискуссия, потому что она вечная, потому что она всегда актуальна. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. Субтитры создавал DimaTorzok